о которой я хотела сегодня поговорить, от чего зависит, насколько быстро у вас появляются партнеры в бизнесе. Одна из важных деталей – это ты хороший ученик. Слышали, да, такое выражение? Ты хороший ученик. Скажите, пожалуйста, а что в вашем понимании хороший ученик? Напишите. В вашем понимании, кто такой хороший ученик? Что там у нас выпало? Что-то выпало из зала. Поконкретнее. Слышу, принимаю, делаю. Зеленый. Зеленый. Вопрос к тебе. На данный момент ты зеленый или нет? На данный момент ты зеленый или нет? Или ты умный? Только честно отвечайте. 50 на 50 на 50 на половинку перезрел, да? На половинку созрел. Зеленый или нет? Зеленый или нет? Ага. Обмеленный, принимающий к действию все рекомендации. Чуть больше, чем зеленый. Да? Сейчас проверим, насколько вы зеленые. Смотрите, два дня назад я сказала, откройте книгу Джон Калленч и проработайте упражнения по целям. Только честно ставим единички, кто из вас это сделал в тот день? Честно напишите. Нолик. И кто ж тут тогда зеленый? Вот я не пойму. По-моему, все умные. Ага. Но ты заметил, да, что у меня-то киностоле эта книжечка-то лежит. Посмотрите, поймите одну вещь. Вот когда, допустим, что может упростить и ускорить твой результат? Скачала, уже полдела сделано, только прошло три дня, можно было уже и выполнить упражнение. Кто такой хороший ученик? Я когда подписалась, мне сказали, ты хороший ученик. То есть если наставник что-то сказал, это первое, не обсуждается, второе, это сразу делается. Вот так стала поступать я. То есть наставник сказал, книгу купи, все, сразу купила. Наставник сказал, сразу после каждого рандеву ты мне звонишь, и мы разбираем встречу. Сразу после каждого рандеву я это делала. Дали приглашение, сказали, сразу я его выучила наизусть. Я смотрю, мне смешно, по полгода, по году в бизнесе, ё-моё, приглашение до сих пор не знаю. Что вы хотите, какой вы хотите результат? Вы знаете, почему жизнь некоторых из вас, она возвращает опять в ту же точку? То есть у вас, вы что-то делали-делали, вас опять вернули туда же. Часто бывает так, что человек в первом классе что-то не сделал, я имею в виду по бизнесу в первом классе. Он перескочил какой-то этап, например, список он не составил. А, на листочках валяется, но списка нет. Он перескочил, он побежал дальше, у него пошла группа, но наступит момент, когда жизнь его опять вернет до тех пор, пока он не составит список. Если человек не выучил приглашение, у него может пойти результат, у него пойдет результат, но наступит момент, жизнь его вернет опять в ноль, чтобы он обнулился, проделал работу над ошибками, выполнил вот этот шаг, все, тогда уже на этот шаг тебя больше не вернут. Понимаете, о чем я говорю? Вы же уже это переживали. У тебя пошел-пошел, рост потом раз, и тебя в обратную развернуло. Пошла-пошла группа, время прошло, раз тебя в обратную. Смысл в том, что сетевой бизнес, он простой, это бизнес дубликаций. То есть то, как ты себя ведешь во всем, в личных разговорах со своим наставником, в личных твоих действиях по бизнесу, насколько ты быстро принимаешь рекомендации и делаешь, вот точно так же ведут себя партнеры в твоей команде. это зеркало. И если там какие-то вещи не нравятся, как они себя ведут, просто себе вопрос, а где я себя веду подобным образом? Я вот так поступала. Тут не надо только никакого самоедства, а просто понять, так, если эти люди, они ведут себя вот так, это мое зеркало, мое отражение. А где во мне-то что? В каком месте я себя веду таким образом? И вы знаете, вот когда однажды мне наставник сказал, ты знаешь, Катя, если я тебе что-то говорю, например, тебе наставник говорит, там, к примеру, Виталий, вот тебе с этого момента вот здесь надо сделать вот так, вот так и вот так, ты делаешь это неправильно. И в ответ человек говорит, нет, первое слово врывается, нет, а потом, ой, да, 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 и там начинаешь исправляться. Но первое слово выскакивает, нет. Кто за собой это из вас замечает? Замечали вообще такие вещи? То есть тебе что-то человек говорит, и первое ты ему говоришь, нет, а потом какие-то вещи. Так вот, как только ты говоришь нет, автоматически ты закрываешься для получения информации. То есть ты уже ее не принял. Сказал нет. Нет, и все. И даже если ты сказал нет, да, то есть ты уже не принял информацию. Ну, учитесь, вот есть классный фильм, всегда говори да. То есть если ты говоришь нет, в этот момент ты умный. А если ты умный, то ты без чека. Если вы увидите человека зеленого, в кавычках, вот как плоды, да, на дереве растут, пока они зеленые, у них есть будущее. То есть они могут еще пожелтеть, там, покраснеть, потом стать более мягкими, да. Но если ты уже полностью созрел, ты уже мягкий, дальше что с тобой произойдет? Ты упадешь и сгниешь, правильно? Правильно? Важно оставаться всегда с зеленым, с зеленым плодом. И здесь, ну, как ведет себя хороший ученик? Он просто обнуляется каждый день. То есть наставник ему что-то говорит, ты обнулился, ты как чистый лист. И вы знаете, это проявляется везде. Вот сейчас мы были, допустим, в поездке, и очень ярко были выражены некоторые ситуации по поводу, там, принятия каких-то моментов еще, по поводу поведения человека в дороге, например. И потом, к примеру, тебе наставник говорит, вот здесь вот, вот смотри, ты делал вот так, вот так тебе анализ проводят, да? Нет, я делал не так. Знаешь, пока ты будешь сопротивляться, у тебя не появятся ученики. Либо они появятся, но вот такие будут настырные, упертые, и ты будешь сказать, да что я им? Я им стучу, 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 никак не достучусь. Поэтому откройтесь, поймите, здесь бизнес, он простой. Наставник заинтересован в том, чтобы у тебя улучшалась жизнь. Каждый из нас это знает, да? Тогда вопрос, как ты считаешь, если наставник тебе что-то говорит, он что, будет это делать для того, чтобы там ты плохо стал жить, или чтобы тебе стало совсем плохо? То есть, как правило, тебе наставник говорит то, что тебя продвинет. То есть, когда ты поймешь, ты продвинешься. Ему же интересно, чтобы у тебя жизнь улучшилась, чтобы у тебя организация выросла, да? Чтобы у тебя там в семье все было хорошо, чтобы ты был довольный, счастливый. С счастливыми людьми же классно время проводить. Понимаете? Поэтому превратитесь в хорошего ученика. Сказано, сделано. Что такое хороший ученик? Сказал, сделал и в точности передал вниз. В точности. Не так, как понял. Потому что вот начинаем разбирать. То есть, допустим, включился у тебя новичок. Ты еще не знаешь, что с ним делать. Или ты что-то делал с новичками, и их нету сейчас, да? То есть, они разбегаются сразу, и они не запускаются. То есть, ты не знаешь, как запустить новичка. Смотри, у тебя есть наставник. Включился новичок сразу. В какой следующий шаг? Тебе говорят, вот так, вот так. Дословно записал. Дословно, ребят. И дословно передал. Это очень важно. Дословно записал. Дословно передал. И дальше смотришь, как он это выполняет. А не так, что тебе сказали вот так, а ты по-своему своими словами. Мы вот разбирали тут с одним человеком. Вот одна и та же фраза, вы знаете, то есть, к примеру, ты человеку объясняешь там какое-то возражение, что нет денег. Наставник говорит одними словами, а ты это говоришь другими словами. Но если начать разбирать, то вот то, что ты сказал, оно не имеет вообще смысловой нагрузки. То есть, казалось бы, смысл один и тот же, но посыл в словах разный. Поэтому чем точнее вы будете записывать, потом передавать точнее, тем быстрее у вас пойдет дубликация в сеть, и вы увидите, у вас просто пойдет движуха хорошая. Но все начинается с кого? Все начинается с самого себя. То есть, ты хороший ученик, ты вечно зеленый, и тогда у тебя будет другой результат. Обнулились и начнитесь заново. Значит, и следующая тема, это вот то, что я хотела сказать по этой теме, И это то, что я в последний. я не знаю. Продолжение следует...